Добрый день! Сегодня мы начнем, как я надеюсь, полный курс лекций по истории развития информационного общества. Я пошарил на разных сайтах, в разных университетах. Как такового курса нет, но есть очень интересные варианты, которые связаны с влиянием тех или иных аспектов информационных технологий на общество. То есть на то, как наши коммуникации, то есть взаимодействия между людьми модифицировались вследствие влияния информационных технологий. Кроме того, мне как-то даже недавно поручили провести анализ докторской диссертации на соискание доктора исторических наук. Там очень было много полезной информации. Я вкратце сегодня расскажу о содержании этой диссертации. Тема была посвящена тому, как буддизм значительно повлиял на развитие, так сказать, информационных технологий в Южной и Восточной Азии в контексте их развития. Вот если открыть не совсем достоверный источник информации в Википедию, мы увидим следующее определение информационного общества. Это общество, в котором большинство работающих полностью занято или хотя бы частично участвует в производстве, хранении, переработке, реализации информации. Особенно в высшей ее форме знаний. И для нее характерно увеличение роли информации, знаний, информационных технологий в жизни общества. Это мы видим на примере соцсетей или тех же самых госуслуг при взаимодействии с государством и взаимодействии друг с другом. Возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг. Ну, в частности, вот, справочников всяких разных, видео. Ну, вот, в данном случае я читаю лекции, это тоже информационный продукт. И повышение этого баловом внутреннем продукте доли как раз вот от этих самых услуг. Нарастающая информатизация общества с использованием телефоней, радио, телевидения, сети интернета, а также традиционных и электронных СМИ. Ну, опять же, мы можем, как пример, это госуслуги, личные стриминговые платформы типа YouTube, Routube, или персональный, например, PeerTube, можно создать собственную стриминговую платформу. Создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. Ну, вот, к примеру, там, это интернет и информационные технологии интернет. Мы, программисты, могут разрабатывать веб-приложения, которые не требуют использования дополнительных каких-то программ. Компьютер, или человек, который все открыл веб-браузер, зашел на нужный сайт, либо при помощи справочника Google в Яндекс, ну, информационной системы Google или Яндекс, нашли необходимую страницу по каким-то критериям, и, зайдя на эту страницу, мы получаем необходимый, скажем, сервис. Ну, и вот развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных, социальных и хозяйствующих сетей. Ну, тут, думаю, комментарии излишни, да, но вот прошедшее голосование 8 сентября 2024 года показало, что электронно, если человеку предложить проголосовать электронно, то он, скорее всего, пойдет и проголосует. То есть в тех областях Российской Федерации, где было разрешено электронное голосование, там очень, то есть значительно повышается явка избирателей. Вот тоже самая информационная экономика. Вот лет, наверное, 7 назад внедрили чеки ОФД. То есть на каждом чеке, когда вы товар покупаете, есть QR-код, при этом, в общем, две полезные вещи были достигнуты. Первое, это для Google инспекции, в том числе, есть полная информация о транзакциях, практически всех, которые в стране происходят. И второе, имея QR-код, то есть вы можете просто скопировать этот QR-код и потом этот чек восстановить. Ну, дается там некоторое время. Не знаю, там может быть несколько месяцев, может быть год, но тем не менее, если вы, например, отчет оформляете по закупкам, вам необходимо восстановить чек, то это делать очень просто, по этому QR-коду. Ну, типичный пример цифрового рынка, это рынок криптовалют, которые, к отношению к которым, вообще говоря, двойственное. То есть, с одной стороны, конечно, технология очень важна, сама по себе, но практически всегда, когда, ну, по крайней мере, опыт моей жизни показывает, что почти всегда, когда дело касается денег или ограничений ресурсов или какой-то там стратификации общества, ну, не обязательно там по каким-то там российским или половым признакам, а в принципе, по уровню, например, образования или по уровню доходов, всегда это приводит к созданию некоторого криминала вокруг этого, либо каких-то теневых рынков, неконтролируемых государством. То есть, здесь очень много различных фундаментальных проблем, связанных, в принципе, с любой, вот этой вот, с любым вот этим аспектом социальной коммуникации. Ну, и электронные социальные коммуникации, тут тоже можно много про них говорить, в том числе и в социальной сети, где мы можем представить свою, так сказать, цифровую идентичность в виде страницы там или в виде блога, писать, что мы думаем, если мы, в общем-то, хотим с чем-то поделиться, либо найти людей с теми же потребностями в информации одинаковыми, ну, то есть, с одинаковым хоббитом или с одинаковыми задачами на производстве, вот, ну, и так далее. Ну, вот, если эту статью дальше смотреть, я, конечно, не буду все это читать, вот, более того, там более интересный материал, если вы можете сами, в общем, открыть эту страницу и посмотреть различные взгляды на сам термин, то есть, когда он появился, информационное общество, отношения различных исследователей, писателей, футуристов к этому термину. Вот, наиболее интересные факторы, вот, при рассмотрении этого курса, это вот, какие идеи, какие последствия реализации этих идей отображаются на том, как устроено наше общество. И вообще, вот, любая технология, технология, которую люди разрабатывают, там, инженеры, ученые и так далее, она проходит, ну, то есть, одна из моделей, скажем, влияния на общество, влияние на индустрию, ну, в общем, влияние технологий на какие-то другие процессы. Вот, оно складывается из трех частей. Значит, первое, это технология является вспомогательной какого-то основного процесса, да. Ну, можно на примере, есть интересный доклад по сайту hanacademia.org. Сайт посвящен, изначально был, обучению математики. Так вот, Сауманг хан, это автор этого сайта, делал доклад, его можно в интернете найти. Если я найду, я вам его, естественно, отправлю, очень интересный доклад. В общем, он говорил, что в начале технология, она является некоторым дополнением к существующей, например, если мы бухгалтерию автоматизируем, да, то на первом этапе, например, просто электронную книгу, то есть, принял там, отдал, да, деньги, то есть, журнал этот самый, мы можем, ну, в виде эксельной таплист, представить и пользоваться ей как справочник. Вот, в области обучения, да, education, которая, значит, в начале то же самое HTML можно было использовать в виде электронных книг, потом, с другой стороны, можно разрабатывать электронные тесты, то есть, вместо того, чтобы проводить тестирование по бумажкам, да, можно создать страницу, где тестируемый отвечает на вопросы и алгоритм простейший, да, какой-то достаточно делает выводы об уровне знаний того или иного студента. Вторая стадия развития технологии это стадия, на которой технологии оказывают уже существенное влияние на процессы. Вот, например, вот из жизни тоже в Лануденском стекольном заводе как-то мы в той конторе, в которой я работал реализовали метод наименьших квадратов для построения смеси для стекла, да, там из доломита, песка, ну и других компонент, которые близко к оптимальной. То есть, есть некоторое оптимальное соотношение, но это оптимальное соотношение можно построить, если каждый компонент смеси не включает в себя какие-то примеси. И вот в модели, которая была реализована, считалось, что компоненты, каждый отдельный компонент включает примеси других компонентов. И задача сама по себе довольно простая. То есть, если мы знаем количество примесей, это определяется в лабораториях на заводе, то при помощи метода наименьших квадратов мы можем в пространстве вот этих всех концентраций компонент построить точку, которая будет наиболее близко находиться к оптимальной. Так вот, внедрение этой технологии в производство вынудило и привело к тому, что были уволены два из трех технологов. То есть, раньше при помощи итерационных алгоритмов каждый из технологов считал вот эту субоптимальную смесь и ее принимали в производство в том случае, если все три результата совпадали до определенного знака. Здесь же получалось вот так, что... Вообще говоря, там две проблемы было. Первая это то, что вот и самая главная проблема программа выдавала более точные результаты, то, что делали технологи. Ну и вторая проблема, собственно, это вот увольнение лишнее. Вот. А в образовательной части, например, что значит существенное влияние? То есть мы, например, можем использовать дополненную реальность для того, чтобы представлять какие-то концепции. Вот. Мы преподаем, например, трехмерные фигуры какие-то, трехмерную геометрию и там, и сечение плоскостью конуса, да, вот почему бы там не используя компьютер повращать вот это вот самое сечение. Я не буду, наверное, искать картинку, вы даже сами можете хорошо себе представить. Вот. Или вот, когда я учился в политехе, мы изучали начертательную геометрию. Вот. Было, конечно, очень удивительно, что при помощи циркуля и линейки можно строить, в принципе, плоскости пересечения, например, двух сфер. Ну, методом преобразования плоскостей. Для этого достаточно было линейку и использовать и циркуль. И все. И можно было достаточно хорошее приближение строить и потом путем измерений и какие-то характеристики узнавать. Вот. Ну и третья стадия развития технологии и влияния на процессы заключается в том, что она кардинально меняет, вообще говоря, сам процесс. Вот. И из области, например, того же образования, да, как в 2008 году, тоже пример, вот этого самого Салман Хана, он говорит, что в 2008 году внедрили в одной школе технологию, то есть все лекции записали на видео и в качестве домашнего задания школьникам давали не домашку делать, то есть не примеры по математике решать, а посмотреть видео. То есть видео, ну, школьный урок там 40 минут, там, предположим, можно сказать, что 20 минут это новый материал, да, и 20 минут опрос и, так скажем, работа над ошибками. Школьники, естественно, не хотят делать, ну, если они математику реально не любят, то обычно домашнее задание никто делать не хочет. Родители не могут смотреть за своими детьми, потому что они работают, да, где-то в других организациях находятся, ну, то есть контролируют выполнение домашнего задания. Вот, а если школьнику задали домой посмотреть видео, то там особых усилий для того, чтобы это сделать нет, вот, а домашку они уже делают в школе, то есть наоборот, то есть новый материал дома, а домашка в школе. При этом если даже самым примитивным способом организовать, то есть представить примеры по домашней работе в виде каких-то задачек или тестов, то за счет сетевых технологий можно, точнее, она была в 2008 году в одной из американских школ создана система, которая анализирует производительность ученика и создает, скажем, рейтинг, отображает на компьютере преподавателя и преподаватель видит, как быстро или не быстро тот или иной ученик выполняет домашнее задание. И у него есть информация о том, то есть информация такая, которую удобно использовать потом для организации дополнительного тьютеринга, то есть подойти к ученикам, которые слабо справляются и, собственно, разобраться, в чем, собственно, проблема. То есть таким образом получается, что сам образовательный процесс, он полностью поменялся, да, и второе, появилось некоторое эмерджентное свойство после его реконфигурации, то есть мы можем теперь более эффективно наблюдать за процессом как раз повышения знаний за счет того же скрининга производительности. Ну вот первое задание на практическую работу будет достаточно интересное. То есть вы можете взять какой-нибудь аспект нашей социальной жизни и попытаться кратко описать на одну страницу вот эти три этапа влияния информационных технологий на вот этот вот самый аспект. Ну, примером там вступает может быть это взаимодействие с банком взаимодействие друг с другом вот образовательные технологии транспорт энтертеймент ну то есть развлечения и так далее можете лучше конечно брать именно ту тему которая вас больше всего интересует то есть по самой магистрской то есть вот представить небольшой эссе на одну страницу где вот эти три этапа то есть как вспомогательная технология существенное влияние и кардинальное изменение самого процесса было осуществлено в средстве развития информационных технологий ну вот если дальше продолжить нашу лекцию то вот еще есть некоторые характеристики являющиеся так скажем индикаторами наличия той или иной фактора использования информационных технологий в обществе ну вот первое это технологический то есть является ключевым фактором то есть информационных технологий которые широко применяются в производстве учреждениях системе образования и быту социальной информация выступает в качестве важного стимулятора изменения качества жизни формируется и утверждается информационное сознание при котором в широком доступе информации ну вот по первому пункту вроде там все понятно да то есть если мы создаем например так называемые цифровые двойники на производстве да то есть это полная информация о производственном процессе точнее это не цифровой двойник это цифровая тень вот эту цифровую тень если мы у нас есть какие-то вычислить невозможности анализировать мы можем получать больше информации о том что происходит качественно именно и принимать решение о том как управлять этим самым производством может быть кстати отдельная лекция будет по индустрии 4.0 тоже потом посмотрим индустрии 4.0 это организация процесса создания так сказать товаров народного потребления на основе так называемого бач процесса то есть когда в системе то есть в индустрии создаются те же самые линии продукционные да ориентированные на какую-то мелкую партию продукта то есть нам нужно создать эту линию потом синтезировать то есть сделать этот продукт его сбыть и потом те же самые ресурсы дальше использовать для какой-то другой продукции вот про социальные тут тоже в принципе тоже можно много не говорить то есть как влияет доступность информации известно что измеряли после появления интернета измеряли уровень так скажем эрудированности школьников и он по сравнению скажем с тем же советским союзом где-то 80 до 90 годов в общем-то их сети не было сетей вот именно интернет вообще интернет сам по себе появился в 86 году протокол TCP HTTP HTTP Тимбернерсли изобрел по-моему в 91 92 году в Иркутске он появился в 93 95 уже сетей технологии так вот уровень эрудированности школьников в сравнении с советскими школьниками был намного то есть в среднем намного выше почему потому что информация доступна не надо никуда ходить можно прочитать в интернете и само по себе как бы взаимодействовать с компьютером для некоторых застенчивых в том числе школьников оно более комфортное значит экономически информация составляет ключевой фактор экономики в качестве ресурсов услуг товара источника добавленной стоимости и занятости ну пример такой простой да то есть так называемые селебрити да то есть известные личности причем раньше это в большей степени были там какие-то политики видные актеры режиссеры а сейчас это блогеры блогеров которого многомиллионная аудитория он вещает какую-то интересную информацию вот обрабатывает на самом деле конечно в большинстве случаев блогеры несут полезную так скажем полезную функцию предварительно обрабатывает информацию представляет ее в той форме которая удобна для восприятия и вот деньги которые они зарабатывают на рекламе и тому подобное это как раз следствие предоставления ими вот этих самых услуг информационных политические свободные информации ведущие к политическому процессу который характеризуется растущим участием и консенсусом между различными классами и социальными сетями населения ну тут по типичным примером это прямая линия президента российской федерации путина с одной стороны конечно можно организовать прием заявок через сайт и тому подобное но более эффективным способом именно такого концептуального управления страной и не то чтобы самим управлением а то есть сбора информации по концептуальному управлению страной это оказывает самые прямые линии если всех вопросов которые мучают общество выделяется те которые имеют какой-то качественный смысловой характер вот они озвучиваются перед всей аудиторией то есть каждый кто видит прямую линию естественно формирует свое собственное отношение к тому или иному вопросу и после того как президент на них отвечает разумеется не без помощи консультантов опять же у общества да то есть у каждого индивидуума формируется отношение к президенту и к вот и вот власти то есть как она собирается решать эти задачи потом социальный контроль над решением решением этих задач то есть очень важный фактор в общем культурный признание культурной ценности информации посредством содействия утверждения информационной ценности в интересах развития отдельного индивида в обществе в целом ну тут самый простой пример естественно вы можете в интернете найти балет щелкунщика в исполнении польского театра меня один отзыв удивил описанный каким-то человеком из Германии то есть он уже в возрасте он написал что до возникновения звукозаписи и тем более до возникновения интернета и вот ютуба балет щелкунщик человек может быть в жизни мог посмотреть только три раза ну то есть нужно было купить билет приехать ну то есть приехать в Петербург или там в Москву где в театрах музыкальный есть купить билет и послушать то есть он произведение только три раза в жизни представляете а сейчас за счет сукозаписи ютуба и так далее это можно хоть каждый день делать то есть влияние информационной технологии очень трудно переоценить то есть доступность те же самых произведений да то есть картины галереи то есть вы хотите найти картину ее очень быстро находите не надо идти в библиотеку искать альбом с картинами вот ну и вот Мартин подчеркивает что важным аспектом во всех вот этих вот характеристиках является именно коммуникация то есть она представляет ключевой момент то есть способность откуда-то загрузить информацию на персональный компьютер или там на телефон или еще откуда-то либо наоборот то есть представить свою информацию общественности либо каким-то компетентным людям посредством тех самых коммуникаций так вот влияние перечисленных факторов оно выражается в обществе в виде следующих направлений то есть это структурные изменения в экономике особенно в сфере распределения рабочей силы то есть очень много людей те же самые блогеры например уже работают и в области предоставления информационных услуг или те же самые конторы предоставляющие бухгалтерские услуги за небольшую измесячную плату подписку 2000 5000 в зависимости от объема ведут практически полностью бухгалтерию фирмы то есть 5000 это значительно меньшая сумма по сравнению зарплаты бухгалтера взятого отдельно на какую-то должность да плюс еще в этих самых конторах очень много специалистов ориентированных на конкретные процессы то есть вероятность того что они сделают ошибку очень маленькая то есть вроде как и цена падает да ресурсов и качество предоставления услуг тоже возрастает то есть и овцы целые волки сытые возросшее осознание важности информации информационных технологий собственно я не знаю стоит ли это комментировать растущее осознание необходимости компьютерной грамотности то есть во все во всех буквально во все современные профессии компьютерная грамотность включается как отдельный аспект ну тут тоже можно много примеров приводить те же самые станки с числовым программным управлением то есть раньше были слесари которые вытачивали детали на станках а теперь эти детали можно вытачивать использованием автоматики но там очень много различных аспектов которые необходимо изучать специалисту как правильно пользоваться вот этими вот высокопроизводительными станками широкое распространение компьютеров информационных технологий ну это понятно с моей коммуникации таким вот образом расширяем то без компьютера их естественно величие устройства имеющие компьютер внутри мы это сделать не можем развитие компьютеризации информатизации общества и образования я тоже не буду комментировать все понятно тем более уже делал поддержка правительством развития компьютерной микроэлектронной технологии телекоммуникации но тут вот я про это немножко скажу что очень важно разрабатывать свою вот эту микроэлектронную промышленность лет 15 назад довольно недавно конечно была атака на иран иранские заводы где выпускали выпускался уран для электростанций то есть внутри микрочипов которые продавали американцы ирану авиарена была встроена закладка через которую удалось взломать эти сети собственно для развития собственных микролентуроники собственных средств развития программных продуктов это очень такой важный момент ну и телекоммуникации ну пример телекоммуникации собственных это вот система спутников ГЛОНАСС Российской Федерации то есть мы теперь от GSM не от GSM а от GP GPS да уже в меньшей степени зависим широкое распространение компьютерных вирусов войдоносных программ по всему миру но это фактор того что действительно очень много компьютеров уже используется тут я еще добавил информационного мошенничества показывающие что вот использование информационных технологий требует от людей как знания существования компьютерных вирусов способов борьбы с ними то же самое с мошенниками то есть распознание мошенника и предотвращение его действий то есть вот это все говорит о том что компьютерные технологии они также показывают неоднократно повторяю показывают что влияние информационных технологий оно очень очень значительное сейчас наше общество и фактически можно резюмировать что общество находится на новом так сказать этапе развития ну там помните да то есть индустриальная революция у нас сейчас постиндустриальное общество информационное общество где информация влияет существенно более того она значительно меняет все процессы которые мы реализуем ну вот еще англоязычная часть википедии здесь чуть-чуть другое дано определение информационное общество информационное социей это общество или субкультура где использование создания распределения манипулирования интегрирования информации является очень важной важным аспектом жизни ну то есть significant activity ну фактически вот если на это определение посмотреть да определение дается определение информации да и то что именно информация влияет то есть является самым существенным ну не самым наверное одним из существенных факторов в жизни общества значит основные причины не причиной то есть основными движущей силой являются информационно-коммуникационные технологии которые приводят к быстрому росту различных форм информации причем различных видов информации то есть видео там аудиозаписи какие-то модели и тому подобное ну и вот это все влияет на основную вот эти нам так сказать основные аспекты нашей жизни в том числе образование экономику поддержания поддержания здоровья работу правительства взаимодействия между государствами и также обеспечения или влияния на демократию вот это не все помешаны на демократию поэтому они отдельно указывают но опять же указывается что это все невозможно без использования вычислительных телекоммуникационных технологий что касается так сказать общей истории развития национного общества то последней ну не заключительной части а третьей части данной лекции я представлю вот этот материал сайта финского университета называется информационное общество здесь есть ссылка на произведение третьей волны Алвина Тофера опубликованного в 1980 году в котором развитие информационного общества представлено в виде таких вот трех волн первая волна это развитие сельского хозяйства вообще в 91 году или 92 мне удалось поприсутствовать на лекции посвященные так скажем рассмотрению феномена разума у человека то есть когда человек стал разумным в принципе и вот там две гипотезы основные были представлены первое это собственно развитие сельского хозяйства то есть людям пришлось так скажем рассуждать принимать какие-то решения в сельском хозяйстве почему потому что когда люди занимались собирательством человек идет видит растет там куст или трава какая-то он эту траву поднимает и находит полезный корнеплод ну в смысле его можно съесть и получить необходимую энергию для дальнейшего существования кстати до этого да можно говорить о том что вот как узнать что этот корнеплод полезен для этого нужно научиться распознавать полезные корнеплоды иначе есть два способа основных первое ты берешь корнеплод пробуешь если плохо не случилось значит этот корнеплод можно есть второй вариант это узнать у кого-нибудь что этот корнеплод полезный тут как раз возникает феномен образования то есть люди до исторических времен они должны были каким-то образом обмениваться информацией о том какие корнеплоды полезные как охотиться на животных в принципе как организовывать свое общество как руководить тем же самым кланом то есть все вот это вот оно привело к необходимости так скажем разумной жизни вот второе вторая гипотеза появления разума это разбой и пиратство для того чтобы ну вы представляете да то есть несколько человек там или человек разных обезьян идут клан на клан и нужно сделать так чтобы наш клан выиграл в этой самой борьбе то есть отобрать ресурсы там забрать женщины и тому подобное для этого нужно было планировать процесс атаки и вот в этот момент вроде как появляется разум в общем в обоих этих гипотезах или в обеих правда важный момент это планирование получается тут кстати подчеркивается в этом тексте что деятельность людей должна быть организована то есть раньше до того момента как вот появилось сельское хозяйство достаточно было в общем-то передавать информацию о том какой корнеплод полезный или нет здесь же именно нужно было уже корнеплоды самостоятельно выращивать это технология уже более высокого порядка вторая значит вторая волна это индустриальная революция ну все в общем про нее знают но я просто повторю значит суть индустриальной революции заключается в том что сила при помощи которой порождаются продукты изначально была представлена как сила ну или энергия вырабатывала мышцами человека по той индустриальной революции то есть там какое-то даже соотношение приводилось что порядка трех процентов значит до революции было автоматизировано ну это например вращение каких-то жерновов там перемещение при помощи ослов уже продукции вот и остальные там 95 процентов это был чисто физический труд человека индустриальная революция она перевернула эту конструкцию то есть 95 процентов энергии уже вырабатывались машинами то есть не человеком в том числе и животными там коровами там или ослами и так далее вот и лишь 5 человек это был физический труд ну так же индустриальная революция она характеризуется тем что производство уже централизованное получается ну сами же можете представить себе что вот вы машину сконструировали она же большая тяжело ее же не будешь перемещать в пространстве поэтому под нее нужен какой-то зал да чтобы она не ржавела то есть ее нужно закрыть от дождя и вообще говоря это производство уже концентрировалось вокруг этой машины разные цеха да залы вот эти вот нужно было синхронизировать друг с другом их взаимодействие но тут как раз появляются новые аспекты информации новый тип информации то есть представляющие уже производственные процессы значит количество информации росло то есть вот эта машина ей же нужно было управлять умеет научить других людей управлять этой машиной использовать эту машину описать сам производственный процесс ну то есть видите да то есть само само развитие индустрии привело к тому что появились новые виды информации и новые так сказать аспекты ее обработки и хранения появились печатные книги да да я обещал рассказать про буддизм то есть как буддизм повлиял на развитие информационных технологий западного и западной и южной азии ну суть в том что буддизм возник в в индии не знаю точно скажу тысяч пять лет назад и книги буддизм они были написаны вручную хранились для того чтобы распространять буддизм нужно было естественно как-то копировать и воспроизводить эти самые книги то есть вот первое первый способ это естественно переписывание книг то есть книги переписывались переписывались и не только переписывались они еще переводились на другие языки ну в частности на китайский вот китайцы подумали что это мы все время их переписываем давайте мы как-то будем более эффективно распространять тиражировать появилась ксилография то есть на дереве вырезались иероглифы и эти иероглифы печатались там кстати тоже интересный момент меня очень сильно позабавил вот когда вот эти дощечки с иероглифами их же буддистское учение оно очень большое там тысячи и тысячи страниц соответственно тысячи и тысячи вот этих вот самых дощечек были изготовлены и вот для нумерации этих дощечек использовались иероглифы то есть в китайском языке в китайской культуре есть произведения в котором используется несколько тысяч иероглифов причем все иероглифы разные и китайцы это стихотворение вроде как знают и знают все эти иероглифы и вот нумеруя последовательно иероглифами из стихотворения страницы таким образом обеспечивалась как раз задача нумерации вот этих самых табличек ксилографических то есть видите да то есть распространение буддизма требовала то есть у нас сама цель распространения буддизма требовала развития информационных технологий в аспекте и было изобретено вот эта ксилография по сути тоже там много интересного есть то есть информационные системы по чтению вот этих буддизских книг на разных языках в том числе можно находить нужные стихи нужные притчи по контексту в общем-то это практически то же самое что современные информационные системы по поиску страниц в интернете но там они вот именно адаптированы под буддизм только под их учения третья волна согласно Тофлеру началась где-то в районе 50-х годов информационная волна и заняла критическую позицию кстати еще момент такой указывается что не все то есть не вся наша цивилизация находится в третьей волне сейчас то есть часть цивилизации например еще находится еще до первой волны ну пример это превзадимное домашнее хозяйство ну понятно что люди используя физический труд преследуют цель в большей степени конечно развлечения и потом создание качественной продукции и так сказать поддержание тонуса своего тела то есть своего рода все таки физическое так сказать развитие но тем не менее если глобально брать то третья волна она устанавливает информацию как центральную центральную позицию вместе с информационными технологиями и другими новыми технологиями в частности биотехнологиями технологиями добывания полезных ископаемых в том числе и вот здесь важный фактор это феномен информационной революции информация становится центральным интересом общества есть интересное выделяется феномен демосификации например в интернете на ютубе можно найти много интересных полезных лайфхаков по изготовлению простых каких-то механизмов для использования на той же даче там быту или еще чего-то то есть их нет необходимости создавать специальную для них индустрию то есть пример привел закупил необходимое оборудование там пилы сварочные автоматы болгарки и тому подобное и можно себе там сварганить какой-то станок и при помощи его самостоятельно делать либо организуются какие-то группы людей по интересам которые встречаются в мир в гаражах и мастерят там какие-то механизмы ну и также аспект децентрализации выделяется это вот тоже самый batch processing то есть на производстве можно просто организовать выпуск продукции если есть необходимое то есть не обязательно делать заказ где-то там у специализированной фирмы по производству тех же самых не сотовых телефонов понятно что сотовый телефон это более серьезный в общем продукции массового потребления но которая требует скажем выпуска определенного количества логистические задачи тоже пример то есть то же самый боинг у него процесс изготовления самолета основан на том что необходимые запчасти необходимые части боинга поставляется к определенному времени вот все это за счет информационной технологии делается можно много найти в том же самом рент тв роликов про такие производства то есть самый главный фактор здесь экономятся деньги на хранении продукции то есть не нужно дополнительное помещение не нужно их отапливать вот а если производство заточено под эту самую логистику то еще и в принципе экономятся средства на доставке а ну вот еще один пример когда сейчас в супермаркеты приходите на каждом продукте ну то есть который потребляется сейчас есть штрих-код которым указано где он произведен поэтому штрих-код можно узнать как там та же самая колбаса где она была произведена кем она перевозилась где она продавалась и в случае если там произошло какое-то событие печальное ну люди отравились например по воспроизводству цепочек потребляемых продуктов можно установить причину довольно быстро короче много можно говорить о том как детрализация она представляет собой в нашем обществе к чему это приводит можете кстати да вот рассмотреть еще один аспект в с существенное влияние да или конкретный реинжиниринг самих процессов в дальнейшем я предлагаю сейчас мне пришла мысль предлагаю построить курс в аспекте рассмотрения историй развития информационных технологий в разных так скажем аспектах нашего общества для чего это нужно прежде всего для того чтобы выделять конкретные задачи более умело что ли более грамотно и выделять различные решения уже существующие для этих самых задач ну и строить правильно прогнозы по развитию технологий предлагать какие-то свои ну в конечном счете аспекты развития свои технологические аспекты реализации вот этих самых задач ну что собственно является предметом большинства в эквер магистра ну надеюсь было интересно спасибо за внимание до следующей встречи